ВОЛЬВО В40 КРОСС КАНТРИ 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 ВОЛЬВО В40 КАНТРИ ВОЛЬВО В40 КРОСС 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 КАНТРИ Ну, это телефоны Nokia, помнишь, 3310 с такими клавишами? У меня жирные пальцы, я вот не могу кнопки туда попасть, промахивать. Тебе-то с ногтями хорошо и удобно. Материалы заценила? Материалы отличные. Мягкий пластик, вот эти вот вставочки алюминиевые мне очень нравятся. Ну и вообще кожаные сиденья такие качественные, добротные. Но единственное, с чем вот женщине именно придется повозиться, это различные меню, подменю, как настраивать, допустим, даже звук на той же самой магнитоле и так далее. В этом придется рыться, ковыряться и желательно с мужем. Что, боишься? Уже трепещу. Да ладно, на льду не так страшно. Ты мне сам сказал, что под нами 20 метров. Да, здесь глубокие места. А я плохо плаваю. Сейчас мы проверим. А ты сегодня в купальнике? Само собой, я подготовилась. Молодец. Сейчас я тебя, Настя, прокачу на автомобиле с передним приводом. Вообще, если честно, вот в этой машине самое интересное для меня лично, как для мужчины, это полный привод и двигатель в 2,5-249 коней. Но, к сожалению, мы на тест такую машину не получили. Уж очень она дорогая, свыше 2 миллионов рублей стоит. У нас за полторашечку. Да, у нас почти базовая комплектация. Кстати, базовых тоже в России не найти, потому что они сюда не поставляются. А вот чуть-чуть постарше у нас как раз с различными электронными девайсами. Но на переднем приводе с дизельным-то двигателем, вот сама видишь, есть возможность хоть немножко из поворота добавить. И, кстати, в отличие от других дизельных моторов, этот крутится более весело, особенно с низов. Вот так и не скажешь, что 114 лошадей. Я бы вот не сказал. Знаешь, смотришь на двигатель, на показатели, на технические характеристики, думаешь, дизельный мотор, 114 лошадей. Как же он вообще едет? Да, да. Привык к тому, что 114 лошадей такая ерунда. Но тут же дизель. Вот тут уже совсем по-другому работа идет. И он, кстати, очень бодро разгоняется по трассе. Вовсю хрустит она, конечно, своими системами безопасности. Слушай, кстати, про систему безопасности это совершенно отдельный разговор. Шведы просто до зубов вооружили этот автомобиль. Семь подушек безопасности. Друзья, есть даже подушка безопасности для пешеходов. И здесь они постарались и подумали. Есть такая система, как сити-сейфти. Это вообще очень крутая система для тех, кто в городе ездит. Если отвлекся и заметил препятствия, машина сама встает и при том останавливается моментально. И не двигается. Не двигается. Это сделано специально, чтобы избежать мелких столкновений, которые в городе случаются часто. Я сравниваю просто с 40-й моделью. Ну, как таковая вообще в С-классе она себя по безопасности неплохо зарекомендовала. Но по управлению, по жесткости подвески и по шумоизоляции она была не ахти. Здесь, слава богу, доработали с шумоизоляцией, особенно с задней частью. По подвеске могло быть лучше сзади, потому что все-таки пробивает ее на наших кочках. А вот по управляемости, ну, точно приятнее и интереснее. Вот этот автомобиль считается вообще одним из представителей унисекса. Когда может и мужчина за рулем ездить практически любого возраста, и женщина. Он, конечно, из весьма слащавой внешности для взрослых мужчин. Мне кажется, они это сделали, чтобы мужчин не обидеть тех, которые случайно купили эту машину. Мне кажется, они его сделали таким, для того, чтобы мужчины не чувствовали себя ущердно, когда перегоняют машину жены до сервиса и обратно. А, вот даже так. Вполне отличная версия. Молодец, люблю, уважаю женщин за рулем. Сидит, газует, красота. Включи передачу. Сначала какое зеркало красивое. Смотри, она такая слегка подканированная, такая форма необычная, и тоненькая, так все, она очень видящая. Ты долго передачу включать не будешь? Подожди, мне нужно разобраться. Здесь есть, кстати, спортивный режим. Испытать не хочешь? Да нет, почему? Давай. Рискнем, я готов. Да нет, нет. Саша, Саша. Оп-оп, мы ушли в небольшой занос, но машина сама быстренько исправила мою ошибку. Вот, кстати, здесь очень прогрессивно работает система стабилизации, как раз для таких водителей, которые ошибаются. Я лично скорости порой побаиваюсь, особенно если вот такое вот обледенелое покрытие, но куда гнать? Нужно думать о безопасности, в первую очередь, себя и, допустим, пассажира. А давай попробуем проехать круг на время. Первый круг мы с тобой прошли почти за 50 секунд. Начинаем потихонечку ускоряться. Это первый дрифт в твоей жизни, да? Я правильно понимаю? Нет, первый, Саша. Я тебя поздравляю, ты улучшила круг почти на 3 секунды. На 3 секунды? Если мы такими темпами поедем и дальше, ты будешь участвовать в чемпионате области. Сегодня мы тестировали Volvo V40 Cross Country. Автомобиль неоднозначный, но интересный. Я же всех девушек поздравляю с наступающим 8 марта. Желаю всем прекрасной весны и до новых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...